Многочестимый Владыка Вениамин, Ваша именация, Владыка Тадеуш Кадрусевич, дорогие отцы, братья и сестры, уважаемые присутствующие. Мир держится на личностях тех людей, кто умеет говорить с Богом. Страны и народы существуют до тех пор, пока в них живут те, кто умеет говорить с Богом. Школы, институты, предприятия образуются не только потому, что туда назначают руководителей, они образуются вокруг личностей. Даже успех оркестров и хоров зависит исключительно от дирижеров. А в основании личности человека всегда лежит образ Божий и достоинство богоподобия. Наша Беларусь также строится выдающимися людьми. Их много. И одним из них, не хочу говорить в прошлом времени, является митрополит Филарет. Он человек эпоха. Он видел запустение церкви. И приложил невозможное простому смертному усилие, чтобы православная церковь возродилась. Он шел против течения, но никогда против людей. Он уважал каждого. Он видел эпоху атеизма, оттепели и заморозков, перестройки, распада великой страны 90-х и благополучных нулевых. Он переживал и за 2020 год. География мест, где бывал Владыка, измеряется ими тысячами километров и простирается на пол земного шара. Количество людей, с которыми встретился за свою жизнь архипастырь, исчислить невозможно. И каждый человек был им привечен. Вглядываясь в его личность, можно сказать, что он и один в поле воин, если он воин Христов. Владыка был воином Христа и слугой Господа. Слуга, обладающий властью любви. Сегодня каждый белорус – это цветок, взращенный владыкой на благодатной белорусской земле. Каждый храм, построенный за это время, – это посаженное им древо. Совместные программы сотрудничества церкви и государства – это плодоносный сад. И сегодня мы не имеем морального права расточить собранное им духовное имение. И не только потому, что оно во многом приобретено им, но более потому, что это – вотчина Божия. На ней, подавая нам пример, честно и творчески трудился владыка. Никакой внешний, даже самый справедливый порядок не сделает нас счастливыми, пока не будет порядка в нас самих, в нашем отношении к Богу и ближнему. Эти мудрые слова митрополита Филарета пусть звучат в наших сердцах. Чтобы продолжить дело владыки, мы сами должны стать личностями, которые умеют говорить с Богом. Вечная ему память. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...